Допустим, не работает ягодичная мышца. Тестируем ягодичную мышцу. Работает правая ягодичная мышца, левая ягодичная мышца не работает. Проверяем вместе с ягодичной мышцей сразу разгибатель бедра. Разгибатель бедра работает, это значит исключили мы нарушение иннервации в области корешка. Проверяем, нет ли укорочения грушевидной мышцы по объему движения. По объему движения не совсем понятно, если нет. Поэтому пробуем немного растянуть грушевидную мышцу и снова проверяем. Не усиливается. Пробуем воздействовать на триггерные точки в местах крепления мышцы. Мышцы не усиливаются. Смотрим в движении, почему она не работает. Может быть она не работает при шаге, само собой. Посмотрим, каким образом шаг выглядит, что она не включается при шаге. Мышцы просто не участвуют в шаге, потому что нет толчка стопой во время шага. Левая стопа не делает движения, не делает толчка. Правая стопа делает толчок, поэтому ягодица тоже может включиться. Левая стопа вместо толчка вперед, вместо того, чтобы вот эта стопа сделала полное опил движение, она стоит чуть под углом и выталкивает не вперед, получается, корпус, а чуть в сторону. Поэтому ягодица не может включиться. Это бывает связано с укорочением поясничной мышцы. Поэтому вместо воздействия на ягодичную мышцу, просто вот сейчас вот порастягиваем поясничную мышцу. Вот это упражнение на растяжение поясничной мышцы. Вот даже не так сильно лучше поднимись, чтобы легкое-легкое натяжение появилось. Здесь главное, чтобы таз, как говорится, был на месте, а на месте и сзади. Есть натяжение? Есть. И теперь пройтись и во время шага стопой следи за тем, чтобы стопа не вот по таким уголам была, а носком прямо, и чтобы толчок вперед был. Именно с левой стороны. Еще во время движения, во время толчка стопой, если правильно это происходит, то автоматически при толчке стопой вперед корпус поворачивается в сторону. Если стопа стоит чуть под углом, вместо вот этого поворота будет движение вот такое, наклон в сторону. Потому что толчок получается не вперед, а при такой стопе толчок получается вот сюда, наклон в сторону получается. Сейчас одену вот скользко. Толчок стопой. Вот. И давай снова вниз. Растянули поясничную мышцу. С самой мышцы ничего не делали. И изменили движение стопы. Посмотрим. Что-то изменится. Вверх. 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 Еще раз вверх. Вверх. Мышца она становится сильнее просто потому что участвует в движении. Работа мышц нормальная это не... То есть мышца должна работать не от того, что вы там на нее понажимали, а от того, что она в нужный момент начинает напрягаться. То есть бывает так, что достаточно движения изменить и не приходится ничего что-то с мышцей делать, она сама в тонус приходит. Вот сейчас мышца вверх, 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 еще раз вверх, вверх, еще раз вверх. То есть она может сказать тонус немного увеличивала, но пока еще не полноценна, она слабее, чем с другой стороны. Но если вот сейчас пройди без вот этого толчка, походи, если сейчас снова не будет этого движения, то есть левая стопа в сторону, да? Ну да, то есть просто специально этого не делать, как привычно просто делать движение. То есть она как бы до конца не вытапкивает вперед, поэтому поясничная мышца, она остается во время шага укабоченной. Она должна остаться, она снова ложится. И поэтому можно лечить, лечить, выбирать тридерные точки, что-то делать с мышцами. Движение вверх, то есть она снова очень слабо становится. Сам чувствуешь, да? Да. А теперь снова правильно поднимется. То есть можно мышцу в идеальном состоянии провести в покое. Но когда человек начинает двигаться, то здесь именно из-за того, что возникает укорочение поясничной мышцы. Поясничная мышца во время шага. А теперь вот потолкайся и как бы старайтесь, чтобы вот именно нога, она сзади немножко от корпуса осталась. Вот лево-лево, да. И годитесь тоже в шаг, как бы в включение. Да. Все. Вот достаточно несколько шагов, чтобы мышца могла поработать. Вверх, ног вверх. То есть вот она становится намного сильнее. чтоб я сейчас помнить. Вверх, ног вверх. 斯 switchesный и行 mantle 있으eli. Продолжение следует...